Мы можем сделать многое — для своего удовольствия, развлечений и пользы. Но стоит вам начать думать, что это реальность, вы заплатите за это огромную цену. Я не знаю, видели ли вы людей, умирающих от старости. Только в момент своей смерти они осознают, что никогда не жили. Если вы обратите внимание на что бы то ни было, то увидите, что это гораздо больше, чем любая виртуальная метавселенная. У меня есть вопрос. Это не связано непосредственно с почвой. Речь пойдет об осознанности. Мы все быстрее и быстрее движемся к метавселенной, виртуальной реальности, глобальному блокчейну. Это когда в голове появляется блок? Ну да. Вопрос, собственно, о том, осознанность, существующая в этом мире, сможет ли существовать в другом? Или возникнут противоречия? Нет такого понятия, как тот мир и этот мир. Если бы был этот мир, тот мир, другой мир, то мы бы здесь даже не сидели. Мы бы сразу отправились в тот мир. Есть только один мир. Нет ни этого мира, ни того. В то время, как мы здесь сидим, каждый из вас в своей голове думает, что находится в своем собственном мире. Но когда вам будет нечего есть, он рухнет. Стоит нам проголодаться, все мы приходим к единому миру. Желудок полон, мы можем жить в разных мирах. Да? Да или нет? Как только вы проголодаетесь, вы все будете в этом мире. Есть только один мир. И не воображайте другого. Все, что создает человек, — это лишь подражание тому, что уже существует. Да? Для своего удовольствия, развлечений и пользы мы можем создать многое. Но только в этом мире. Другого мира просто не существует. Не верьте в это. Не воспринимайте то, что происходит в вашем уме, как реальность. Это только психологическая реальность. Если вы слишком серьезно воспринимаете свою психологическую драму и считаете ее настоящей, это называется галлюцинацией. Стоит вам начать думать, что это реальность, вы заплатите за это огромную цену. Единственное, позвольте мне сказать, единственное, что у вас есть — это жизнь. Да? Все остальное — воображение. Я прав? Если вы не понимаете, о чем я, давайте мы заберем у вас жизнь. Что у вас останется? Виртуальная метавселенная? Деньги? Имущества? Я спрашиваю, что у вас останется? Все, что у вас есть — это жизнь. И жизнь, которой вы сейчас являетесь, — это следствие микробной жизни в почве. Она там не благодаря вам. Это вы здесь, только благодаря ей. Я говорю не только о производстве продуктов питания. Я говорю о самой вашей эволюции. Вы — следствие всей этой микробной жизни. Мы забыли об этом. За что и расплачиваемся. Вы — лишь следствие жизни, протекающей в почве. И единственное, что у вас есть — это жизнь. Без нее у вас просто ничего нет. Так что не воображайте ничего. Неважно, даже если вы отправитесь на Луну или на Марс, все равно все, что у вас есть — это жизнь. Это так? Не упустите этот момент, потому что это все, что у вас есть. Я не знаю, видели ли вы людей, умирающих от старости. Я видел много людей, которые умирали возле меня. Не из-за меня. Я приходил к ним, потому что меня приглашали. Я вижу, что когда наступает момент смерти, 80% из них не чувствуют боли, не ощущают страха. Они просто в растерянности. Только в момент своей смерти они осознают, что никогда не жили. Они ошибочно воспринимали свою психологическую травму как жизнь. Ваши мысли и ваши эмоции — это ваше творение. И ваша технология — это тоже ваше творение. Вы надеваете очки и видите самые разные вещи — это ваше творение. Наслаждайтесь всем этим. В этом нет ничего плохого, но вы должны понимать, что, по сути, вы и есть жизнь. Это переживание должно быть всегда с вами. Оно не должно становиться галлюцинацией, не так ли? Давайте не будем идти на поводу у коммерческих сил и считать правдой то, что не является правдой. Суть в том, что вы — жизнь. И если это творение не метавселенная, то какого черта? Скажите мне, вы никогда не обращали на него внимание. Иначе, если бы вы обратили внимание хотя бы на листик или на что угодно, то увидели бы, что это гораздо больше, чем любая воображаемая метавселенная. Люди не обращают внимания на жизнь, поэтому они пытаются создать альтернативные потоки. Это коммерческие потоки. Наслаждайтесь ими, но не угодите в эту ловушку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok